Итак, три часа назад в Санкт-Петербург первым спецрейсом МЧС доставлены тела погибших в авиакатастрофе над Синайским полуостровом. На этом борту останки 144 человек. Их удалось обнаружить в первые сутки после трагедии. Следующий самолет спасатели, работающий сейчас на месте падения пассажирского лайнера, отправят в северную столицу уже вечером. Из аэропорта Пулково передает наш корреспондент Дмитрий Витов. От Каиры до Петербурга перелет занимает около шести часов. Все это время с бортом Ил-76 городской оперативный штаб на прямой связи. В режим полной готовности переведены все специальные службы аэропорта, МЧС, транспортной полиции. И вот около шести утра в небе появляются огни самолета. Лайнер доставил из Египта останки 144 человек. Ему выделена отдельная площадка на взлетно-посадочной полосе. Борт встречают сотрудники МЧС. Уже в семь первый специализированный трейлер в сопровождении ГБДД вывозит за пределы аэропорта печальный груз. Траурный кортеж начинает движение по городу. Тем временем в гостинице, где организована работа оперативного штаба, непрерывно дежурят психологи. Родственники погибших из Кировской и Самарской областей приехали накануне. Сегодня ждут из Удмуртии и Ульяновской области. Между тем сюда, к небольшому импровизированному мемориальному месту в аэропорту Пулково не скончается поток людей. Причем это не только пассажиры рейсов, которые улетают или прибывают. Это люди, которые приходят сюда даже глубокой ночью с семьями, с детьми, специально, чтобы зажечь свечу, положить игрушку. А цветов здесь уже целое море. Боль в сердце. Невосполнимая утрата. Просто даже без слов. Мы тоже вот нашу куклу принесли, которую с детства у моей супруги кукла была, принесли сюда. Ну, я не знаю, по-другому мы никак не можем выразить скобь. То есть это очень большая трагедия. Дай Бог, чтобы эта трагедия была самой последней трагедией для России. Это ваша малышка? Да, это наш малыш. Сколько, сколько малышу? Малышу уже один месяц, да. Мы всей семьей пришли сюда, чтобы почтить память, ну вот, скорбить со всеми вместе. Специально приехали почтить память. Очень большая трагедия. Очень большое горе для всех семей. Накануне поздно вечером сюда пришел и глава администрации президента. Сергей Иванов прилетел в Петербург и сразу по прибытии возложил у мемориала цветы. Что тут можно сказать? Ужасная, страшная трагедия. Я бы хотел только высказать слова самого искреннего соболезнования всем жителям Петербурга, моего родного города, а также жителям других регионов России, гражданам Беларуси, Украины, всем им близким. Разделить с ними скорбь. Я понимаю, что горечь утраты это не вернет, но хочу вас заверить, что и федеральные власти, и правительство Санкт-Петербурга сделают все, чтобы помочь родственникам, близким, любимым пострадавших, погибших. Сегодня в понедельник, ближе к вечеру, в Петербурге ожидают второй борт с телами погибших в авиакатастрофе А321. Запланирован еще и третий рейс. Он будет ждать в Каире до тех пор, пока не найдут останки всех погибших пассажиров. Дмитрий Витов, Сергей Шилов, Олег Горячев и Ксения Угарова. Первый канал. Санкт-Петербург.